Диана Чертова Диана – офицер отдела морально-психологического обеспечения. Отучилась на воспитателя детского сада в Николаевском педагогическом университете, но решила связать свою жизнь с армией. И семь лет назад одела форму. Диана уверена, первая специальность пригодится в новом статусе, ведь ее главная задача – взаимодействие между гражданским населением и военными. Я считаю, что каждый человек хочет мира, где бы он ни находился, на какой территории. Страдают там люди не по своей вине. То есть это, вы знаете, насколько идет сейчас информационная война, поэтому немножечко доводить до них правду – это тоже входит в наши функциональные обязанности. Но в обязанности входит не только умение налаживать диалог, но и умение стрелять. Кроме обращения, с ручным противотанковым гранатометом тренируют стрельбу из автомата Калашникова и пистолета. Просто попасть по мишени, кучно, чтобы попасть в область торса или головы. Вот и основная задача. Анатолий Мозговой тоже заканчивает обучение на курсах. У него уже есть солидный боевой опыт. Был в составе миротворцев в Косово и воевал на Донбассе. Миротворческая миссия, говорит, и приобрел первый опыт работы с гражданским населением. Без диалога ничего не выйдет. Если мы будем давить с точки зрения силы, что мы, мол, такие классные, самая сильная в Европе армия, будем сейчас штурмовать, зачистки проводить – это глупо. Тем более это наша земля. Курсы офицеров гражданского военного сотрудничества длятся две недели. Лекции проводят опытные военные и представители Международного Красного Креста. На одном курсе учатся до 40 человек. По окончанию офицеры сдадут тесты и пройдут психологическую проверку. Офицеры проходят сейчас огневую подготовку. Потом у нас будет тактика, специальная подготовка и тактическая медицина. Всё, что будет им, необходимо там, в районе проведения операции объединённых сил. У нас работают психологи, которые отмечают, может ли человек принимать участие в операции. После курсов офицеров распределят в зону боевых действий. Ротация длится от трёх до шести месяцев. Виталий Бакуменко, Сергей Ильинский, Юэйки.